Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и в этом видео я вам расскажу об игре Total War Saga Thrones of Britannia. Я делал несколько стримов, поэтому если вы хотите увидеть игровой процесс, то отправляю вас к ним. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а в целом хочу сказать, что меня постоянно спрашивают, почему я не играю в Total War, почему не делаю стримов и так далее и тому подобное. Поэтому этот обзор в большей части будет таким общим о всей серии Total War. Ну и естественно я и местами буду отмечать какие-то особенности именно этой игры Total War Saga Thrones of Britannia. Начнем с общего описания, если вдруг кто-то из моих зрителей не в курсе, что за Total War такой. Серия ведет свою историю аж с далекого 2000 года, когда вышел Сёгун Total War, посвященный средневековой Японии и противостоянию правящих домов. Потом был Медивол Total War, потом Роум Total War и пошло по накатанной. Даже задели серию Warhammer и последняя перед выходом Total War Saga была именно игра Total War War 2. Но если раньше игра называлась просто Total War и менялись дополнительные названия, которые определяли о чем игра, то теперь появилась Total War Saga и вот это Thrones of Britannia первая ласточка. Как я понимаю, просто разработчики в Creative Assembly решили не делать каждому проекту новый движок, а поставить его уже на конвейер и просто менять место действия. Первой ласточкой этого конвейера стала Thrones of Britannia, которая посвящена британским островам на стыке 9-10 веков. Лично я очень люблю этот исторический период и то, что происходило в Британии тогда, ещё до нормандского завоевания. Но в этом кроется и один из минусов Total War Saga. То есть игры из этой серии в принципе менее масштабные, но более детальные, чем номерные масштабные проекты Total War. Не думаю, что многим из вас захочется часами потеть над тем, чтобы захватить все деревушки в Британии тёмных веков и зачем-то объединить их в единое государство. Но для таких людей, как я, которым эта историческая эпоха в этом месте очень интересна, несомненно, поиграть в Total War Saga Thrones of Britannia захочется. Механика игры не отличается какой-то новизной, это всё тот же Total War, то бишь пошаговая стратегия, а потом real-time тактика. Сначала вы на большой карте в пошаговом режиме развиваете свои поселения, городки, деревни, нанимаете армию. И если ваша армия сталкивается на карте с армией соперника, то загружается тактический режим в реальном времени и происходит сражение. Вот, по моему скромному мнению, именно вот эти тактические сражения в реальном времени главная фишка Total War. А пошаговая стратегия – та часть игры, из-за которой вся серия Total War в принципе мне и не особо интересна. Потому что она очень-очень-очень упрощённая версия серии игры от парадоксов, там, Европа Универсалис, Крузейдер Кингс. Ну, можете любую сюда подставить, какую лучше подходит под определённую эпоху. Да, я знаю, что стратегии от парадоксов, они скорее real-time стратегии, а это пошаговая, но механику это совершенно не меняет. А так как разработчикам Total War надо стратегическую часть упростить, для того, чтобы вы быстрее, чаще добирались до вот этих real-time тактических сражений со множеством войск, типов войск, то любителям стратегии Total War кажется простоватой. Я знаю, что среди вас есть много любителей и в Total War поиграть, и в Цивилизацию, и в Европу Универсалис. Я пытаюсь до вас донести, что я не считаю серию Total War какой-то плохой стратегической игрой. Нет, просто её механика мне скучновата. Мне нравится запустить иногда Total War Рим погонять, вот этот вот битву за Британию, но по-хорошему один раз это сделать хочется. Это что-то типа оно только для стратегий, потому что когда вы сыграете полностью партию в оно, вам к ней очень долго не хочется возвращаться. Так и здесь. Я не чувствую в ней вариативность. И самое классное, по-моему, это именно вот эти real-time сражения. Да, собственно, и разработчики, издатели фишку просекли и создали Total War Arena, где те самые только real-time сражения, хотя опять я считаю, что Total War Arena это калька с World of Tanks. Только в World of Tanks вы одним танком управляете, а в Total War Arena вы управляете вот этим одним подразделением. Ну, несколькими. И там иногда им всякие способности включают. И снова повторюсь, чтобы игроки быстрее добирались до всех этих тактических сражений, и стратегическая часть упрощена. При этом куча проблем из той же Европы Universalis в Total War раздражают еще намного сильнее, чем в проектах от парадоксов. Например, армии тараканов, которые бегают по карте одним юнитом и захватывают ваши области. Да, давайте я проще скажу, что игры от парадоксов и Total War это про закрашивание карты. Вот и все. Вся механика строится на том, чтобы как можно больше захватить областей, как можно больше закрасить территорию на карте и чувствовать себя таким повелителем мира. Еще раз повторюсь, а то опять в комментах набросятся, что я не считаю это плохо или хорошо. Это одна из механик стратегических игр. Мне она меньше нравится, чем любые другие. Поэтому и в подобные игры мне не особо хочется играть. Тем не менее, Total War Throne of Britannia, точнее правильнее будет Total War Saga Throne of Britannia, мне нравится местом и временем, в котором события происходят. А вот игрокам не очень понравилось, потому что на данный момент в Стиме только 57% обзоров положительные. И я абсолютно согласен с рецензентами. Просто потому, что на самом деле разработчики обленились. Они прямо говорят, что мы берем старый движок и будем просто периодически натягивать на него разные скины. И продавать вам это под видом новой игры. Но она типа не новая, мы это называем Total War Saga. То есть мы вас как бы предупреждаем, но по-хорошему в нем, в игре ничего нового и не будет. И мы будем продавать вам одну и ту же игру постоянно под разными названиями. Мы вроде бы как с вами честны, нам просто хочется побольше денег. И этот, конечно, подход мне намного менее нравится, чем у тех же Фераксис или у Парадоксов, когда они выпускают оригинальную игру, а потом к ней все DLC, DLC, DLC. Конечно, нам всем хочется платить как можно меньше денег. Но все-таки мы получаем новую и оригинальную игру. И DLC ее только углубляют, делают интереснее. Когда же нам продают одну и ту же игру под разными одежками, это начинает несколько напрягать. В принципе, да, в Throne of Britain есть несколько новых интересных фишек. Но они довольно мелкие. Что тут? Восстановление армии за счет рабов, так это, по-моему, и в Вархаммере было. Есть система провинций, в которых нет даже гарнизона, но, собственно, это и офигительно стало раздражать за счет того, что бегают тараканы из одного юнита соперников, и эти провинции захватывают. Кстати, фракции довольно разнообразные, имеют разный стиль игры. За кого-то вы начинаете на островах, вам надо плыть, захватывать. За кого-то в центре страны объединяете империи. Ну, те, кто играли в Total War, себе примерно представляют, что нас ждет. Зато очень усилили систему лояльности, и так как на стратегию тут, по-моему, опять же, забивают немножко, она стала сильно превалирующей. Система лояльности заключается в том, что у вас есть вассалы, знать вашего государства, которому вы раздаете поместья, чтобы не потерять их лояльность. Но тут бывает настолько внезапно эта лояльность падает, и чувак поднимает восстание у вас в столице. Только, ну, на ровном месте просто это все происходит. Чем-то мне это напоминает внезапное объявление войны в Циве, когда вы дружили-дружили, и тут сопернику компьютерному что-то не понравилось, он вас сразу обвинил и пошел на вас войной. Интересно, еще тут реализована система набора отрядов. По-моему, вот тут я не уверен, вы можете поправить в комментариях, но такого раньше в серии Total War не было. Вы отряд как бы строите, но со временем он начинает пополняться армией. Это очень похоже на систему в той же Европе Универсалис. То есть игры все больше и больше сближаются. Какое-нибудь там ополчение из простолюдинов быстро собираются, стоят дешевле, но понятно, что в бою они будут менее эффективны. А какие-нибудь прокаченные там элитные берсерки и стоят дорого, и армия будет пополняться медленнее. Искусственный интеллект очень туп, по-моему, до сих пор игра вышла в мае, но даже сейчас особо каких-то изощренных тактических и стратегических туг он против нас создать не может. Уже третий раз повторю про эти тараканы, которые бегают по карте и захватывают ваши незащищенные области. То есть вы, в принципе, разбили уже арм соперника, он уже точно тут проиграл, но догонялки за этими тараканами это просто что-то с чем. А так, в принципе, Total War Saga ничем не отличается от прошлых работ Creative Assembly, каких-то отличий от той же Attila нету, может быть, только играется побыстрее, потому что можно поставить быстрые победы там по славе, по завоеваниям. И она и ощущается как такая уменьшенная версия Total War. Поэтому, если вы меня спросите, рекомендую ли я вам игру, если вы фанат серии Total War, то нет, потому что есть другие игры в этой серии, которые намного более интересны. Как мне кажется, более масштабны, что ли. Если вы никогда в Total War не играли и хотите посмотреть, то почему бы и нет, почему бы и не начать с Роунсов Британия. Хотя, мне кажется, что более такое солидное начало будет в Total War Rome. Ну, за Рим просто, потому что это все-таки Древний Рим. А так, уже в серии, по-моему, повыходило игр и за каждый временной период, и за любую нацию вам на выбор. Выбирайте, какую хотите. Я сыграл с Роунсов Британия только потому, что мне нравится Британия этого времени. И я получил, в принципе, такое небольшое историческое удовольствие. Но советовать тратить деньги на эту игру, пожалуй, нет. Ваши дополнения, как всегда, приветствуются в комментариях. А вы слышали Алексея Халецкого. Играйте в умные игры. Всем пока. Ваше имя, как и рассказы о ваших славных завоеваниях, будут записаны на страницах истории. Они поведают всем, как вы изгнали врагов и подчинили их своей воле. Расскажут о процветании вашего королевства и мудрости вашего правления. Многое будет написано о ваших достижениях, о вашем превосходстве в течение этой эпохи. Теперь лишь один король правит Британией. Да здравствует король! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok